Смерлинг после каждого художественного проекта становишься чуть мудрее. В Москве объявили о старте международного художественного проекта, который будет проходить под патронатом президента в Германии, России, Франции. Выставка «Многообразие». Единство. Современное европейское искусство. Москва. Берлин. Париж откроется в ноябре 2020 года в западном крыле Третьяковской галереи. Кроме Москвы проект, который объединил 81 художника из 35 стран, покажут в Берлине и Париже. Ансель Мкифер. Зимний путь. 2015. Фото. www.stiftongkans.de Сокуратором с российской стороны стала Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи, с немецкой стороны Вальтер Смерлинг, председатель фонда искусства и культуры, БОН. О будущем проекте Смерлинг рассказал в эксклюзивном интервью РГ. Минус. В Москве открылась выставка Моисея Фегина, работавшего до 104 лет. В ноябре 1979 года закрылась выставка Париж-Москва, которая стала началом серии проектов, в том числе Москва-Париж, 1981, Москва-Берлин, 1996, и Москва-Берлин. 2. 2004. Выставка Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Москва. Берлин. Париж это, если выражается языком сериалов, третий сезон, или все совпадения, как принято говорить, случайны. Вальтер Смерлинг. Абсолютно случайны. Выставки Москва-Берлин, Берлин-Москва, Париж-Москва были замечательными проектами. Но они не только работали с искусством всего ХХ века, но и фокусировались на истории. В этом смысле они были историческими. Разница с нынешним проектом огромная. Выставка Многообразие. Единство представляет искусство после падения железного занавеса. В ней будут участвовать современные, живущие сейчас художники. Нам важно услышать их ответы на самые горячие вопросы сегодняшнего дня. Иными словами, в отличие от упомянутых выставок 1980-1990-х, это не описание некоторого художественного ландшафта определенной эпохи прошлого. У этой выставки есть тема. И это тема «Диалог в Европе». В выставке будут участвовать более 80 художников из 35 стран Европы. Не так давно Фонд искусства и культуры в Бонне показывал современное немецкое искусство в Китае, и китайское в Германии. Для вас проекты «Берлин-Пекин-2015», «Пекин-Берлин-2018», и нынешний проект европейского сотрудничества в области искусства внутренней рифмуется. Минус. В Петербурге открыли выставку, посвященную творчеству Михаила Зощенко. Но я живу не в Китае, в Европе. В Европе, где очень много проблем. Проблем, которые не могут решить политики. У меня тогда мелькнула мысль, если такой открытый разговор о самых сложных вопросах искусства возможен на художественной площадке в Китае, то почему он невозможен в Европе, а Россия – часть Европы? С другой стороны, есть много непростых моментов в наших взаимоотношениях, наши взгляды на многие вещи разнятся. Хорошо было бы использовать способность искусства вести диалог. Можно говорить об искусстве наведения мостов, но и о том, что искусство помогает их строить. Даже вопреки сложным политическим условиям. Потому что художники свободны в своих чувствах, мыслях, в том, что они делают. Только представьте, Европа – огромный континент. На ее карте 47 стран, включая такие небольшие, как Ватикан и Лихтенштейн, Мальта. И все они абсолютно разные. Но их объединяет континент Европа. Именно художники с их творческим воображением, их мощью и креативностью могут вести диалог через города и виси, границы и барьеры. Так что успех китайской выставки оказался тем вызовом, который заставил задуматься о продолжении диалога. Вы говорите о преодолении границ, о создании мостов между людьми и странами. Но само понятие Европы сегодня, похоже, требует определения заново. По крайней мере, в списке художников есть и Янь Пэйминь, известный китайский художник из Франции, и замечательная израильская художница Иль Бартана, которая в 2011 году в Венеции представляла работы в павильоне Польши, и Айзик Джулиан, который живет в Англии. Он автор видеоинсталляции «Одиреки Джармени». Вальтер Смерлинг. Европа всегда в процессе становления. Европа не завершенная форма, но процесс. Это не моя идея. Это полвека назад сформулировал Жан Мони, которого называют одним из отцов объединенной Европы. Мне эта мысль кажется очень точной. Но когда вы задаете этот вопрос художникам, вы же ожидаете от них ответ. Вальтер Смерлинг. Ответ даст выставка. Я уверен в этом. Я говорил с художниками о проекте, и они говорили мне, о, это интересно. Дайте мне подумать. Ансель Мкифер предложил свою работу «Зимний путь. 2015», которую он впервые покажет в Москве. Название отсылает к музыкальному циклу Франца Шуберта, который соединяет взгляд в прошлое и в будущее. Это очень важно вглядываться в прошлое, чтобы найти ответы для будущего. Репродукции полотенц выставки «Память поколений» показали в метро речь не о том, чтобы дать портрет Европы или найти определение. Хрупкость, чуткость и чувствительность – может быть, именно то, что составляет нерв произведений. Ответы, которые предлагает искусство, порой похожи на вопросы. Но задавая эти вопросы, искусство помогает чуть лучше понять наши отношения с сегодняшней актуальной ситуацией, идеями, проблемами. Вообще выставка рассматривает современное европейское искусство после падения железного занавеса, подчеркивает важность межкультурного диалога. Она поднимает вопросы о свободе, достоинстве, демократии и уважении, одновременно выделяя искусство целого континента в контексте исторически значимых и актуальных тем, как, например, политическая и личная идентичность, миграция, равенство, геополитика и социальные конфликты. Минус. В Петербурге пройдет выставка суворов и современность. Вальтер Смерлинг. У меня был фильм и о Рембрандте, кстати. А вообще-то последние 20 лет я возглавляю музей современного искусства Кюперс-Мюлли в Дуйсбурге. Это очень интересный музей, где можно увидеть хорошую коллекцию работ таких метров, как Розмаре Тракель, Герхард Рихтер. Что касается вашего вопроса, то, на мой взгляд, независимость искусства ключевой момент. Это принципиально. И, конечно, должна быть среда, в которой искусство может быть представлено. Сравните ситуацию в Германии сейчас, скажем, с тем, как обстояли дела лет 30 назад. Сейчас у нас огромное количество музеев, центров современного искусства, выставочных залов. Это дает возможность услышать разные голоса. Кстати. До открытия выставки многообразия слэш-единство еще год. Но основной узел ее драматургии уже завязан. 10 кураторов из разных стран должны были выбрать более 80 художников для участия в общем проекте, который покажут в Москве, Берлине, Париже. И пока художники в уединении или за рюмкой чая обдумывают свои творческие планы, кураторы должны не разбежаться под действием центробежных импульсов, а на собственном примере продемонстрировать, что единство существует. В многообразии, или несмотря на него. Минус. В Новом Иерусалиме открылась выставка Марка Шагала. В общем, это как если бы 10 играющих тренеров из разных команд вышли на футбольное поле. В играющих тренерах Саймон Бейкер, Европейский дом фотографии, Париж, Фаина Балаховская, Третьяковская галерея, Москва, Кейхеймер, Кунстпаласт, Дюссельдорф, Понтус Кендер, Вольный писатель и куратор из Хельсинки, Камила Марина, Эуэр, Париж, Петер Вайбель, ЗКМ, Карлсруа, Иоханна Найшифер и Анна Шванс, Офис Импарт, Берлин, Ихильке Вагнер, Альбертинум, Дрезден. Кроме этого, как всегда, есть еще два арбитра, которые отвечают за соблюдение правил игры. В этом кураторском комитете Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи, и Вальтер Смерлинг, председатель Фонда искусства и культуры в Бонне, директор Частного музея современного искусства Кюперсмюлли в Дуйсберге. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ. Культура, арт, живопись, филиалы РГ, столица ЦФО, Москва, выставки с Жанной Васильевой, Гидпарк.